Сегодня у нас интересный воркшоп. Я надеюсь, будет не только интересный и полезный в том числе. Воркшоп будет полностью посвящен работе в Facebook, о том, как доставать из Facebook лидов. Сразу скажу, ребят, если вы сейчас скажете, то есть прошу обратить внимание, что это не о продаже в Facebook, потому что продавать в Facebook, например, разработку, наверное, будет довольно тяжело. Потому что, я думаю, вы понимаете, это все-таки выстраивание взаимоотношений, это долгий путь. А это именно о лидогенерации. О лидогенерации какими-то методами, которые вы не используете сейчас. Что имеется в виду? Имеется в виду как раз не просто настроить рекламу. Настроить рекламу, наверное, не самая большая задача. А правильно настроить рекламу так, чтобы не слить бюджет, как просегментировать эти все аудитории, как сделать так, чтобы ваша реклама достучалась именно до ваших потенциальных потребителей. Именно об вот этих вещах будем сегодня говорить. Я позвал на этот эфир Олега. Олег, привет. Ты с нами, да? Да. Скажи что-нибудь, чтобы я понимал, что я тебя слышу. Раз-два. Раз-два. Как вкусно? Отлично. Хорошо тебя слышу. Да, хорошо. И почему именно его? Потому что мне показался, во-первых, не то, что показался. Ну, я думал, что мы что-то там умеем делать в Фейсбуке. Имеется в виду, я думал, что мы какие-то вещи умеем настраивать. Когда мне Олег показал курс, который он делал для агентства, я понял, что я, в принципе, как-то не особо понимаю в Фейсбуке, честно говоря. То есть я считал, что я что-то умею. Я понял, и после этого я сделал вывод, что, блин, я не умею. Реально. Вот. И когда я его спросил, слушай, дружище, а у вас есть какие-то кейсы, которые релевантны для IT-разработки? Он говорит, да, есть. Есть. У нас есть агентство, у нас есть диджитал агентство, у нас есть IT-разработка, у нас есть стартап. И такой, опа, нормально. Вот. Поэтому сегодня, давайте сегодня построим именно формат диалога. Мне бы не хотелось, чтобы это был монолог Олега, а мне бы хотелось, чтобы это все-таки был формат диалога. Вот. И потому очень сильно приветствуются вопросы. Если у вас что-то там подгорает в плане того, что вы не знаете, как настроить, либо вы не понимаете, от какого места плясать, пожалуйста, все, кто на Фейсбуке, вы можете писать в комментах. Все, кто у нас в Zoom, отлично, вы можете прям включиться, задать вопрос. Вот. И, кстати, нас даже смотрят на Фейсбуке. Круто. Олег, я тебя попрошу представиться. А, ребята, на Фейсбуке, я вас очень прошу, напишите, пожалуйста, слышно ли, видно ли, какое качество там картинки, звука, чтобы мы понимали, что все окей. А я пока, тем временем, Олег, пока ты начнешь представляться и расскажешь очень там коротко о себе, я пока создам трансляции на Фейсбуке другие. Отлично. Ну, в общем, да, как вы уже поняли, зовут меня Олег. Занимаемся, ну, давайте так, кофаундер агентства, друзья Бенджамина. Benjamin Friends Agency. И, ну, по сути, чем я занимаюсь, непосредственно, перформанс-маркетолог. Вот. Ну, управляю всеми рекламными активностями агентства нашего. Значит, что такое перформанс? Объясню. Это, ну, не настройка таргетированной рекламы или контекста, а это маркетинг, который направлен на достижение каких-то финансово значимых, ну, вообще, в принципе, на достижение финансовых результатов, скажем так. То есть мы увеличиваем прибыль компании, мы там, ну, скажем так, приводим клиентов. В общем, не делаем процессы, а достигаем конечный результат. То есть вы не прослить бюджет, а типа заработать денег? Ну, типа того, да. Все, пацаны, расходимся, это неправильное агентство. История, пошутим. Да, понятно. Так, значит, ну, чтобы интересно. Да, на самом деле опыт большой и очень разнообразный. Ну, да, как ты уже сказал, про IT. Ну, давай так по структуре, наверное, когда мне кейсом перейти, то есть что бы сейчас хотелось услышать больше? Слушай, пока кейсом мы не переходим, я бы хотел понять несколько вещей. Ну, во-первых, расскажи, почему именно Facebook? Почему, например, не какая-то, не ВК, например, либо еще какая-то история? Почему именно Facebook? А, на самом деле, начинал-ка я с ВК, то есть я вообще начинал с таргетированной рекламы. То есть почему? Ну, потому что это довольно такая сложная, интересная штука, скажем так. Я вообще сам из продаж давно-давно-давно, ну, и с самого начала, с самой первой своей работы занимаюсь продажами, вот, и прямыми, и различными. И вот для меня реклама как раз это такой способ, где ты, по сути, тоже продаешь, но только делаешь это изящно. Вот, делаешь это красиво, ну, скажем, такой серый кардинал, который управляет ниточками вот этими, и люди принимают решения, то есть идут по твоей воронке, вот. И дальше это все плавно перешло из продаж в таргетированную рекламу. Я понял, что действительно это мне нравится. Ну, это прямо мое, вот, реально драйвить занятие. Начинал как раз-таки с ВК, вот. Как дошел до Facebook? Дошел до Facebook, а вот как раз, наверное, на первом своем, ну, действительно сложном проекте. Это вот один из кейсов, в который я сегодня расскажу, айтишная компания, айтишный продукт, точнее, у компании. Вот. И, ну, понял, что Facebook просто впереди планеты всей. То есть ВК, к примеру, для того, чтобы настроить рекламу, надо сделать кучу технических таких действий, ручных, вот. Ну, тупо бесполезная трата времени, на самом деле. Спарсит аудитории какие-то. Ну, даже не считая того, что ты очень много времени тратишь на вот эту бесполезную ручную работу, которую в Facebook выполняет искусственный интеллект и делает это, ну, в тысячу раз лучше, чем самый топовый таргетолог ВКонтакте, значит, первый момент. А второй момент, но ВКонтакте и вообще в других рекламных системах нету такой хорошей, сквозной, глубокой аналитики. Вот. То есть все-таки я, скажем так, цифровой маркетолог. То есть это не те, которые придумывают там, ну, допустим, вот наш целевой клиент – это женщина, 35 лет, домохозяйка. Вот. Я из тех маркетологов, практиков, которые по-быстрому, максимально экономично протестировали гипотезу, получили первые цифры, ну, в общем, методично, с максимально глубокой аналитикой, максимально подробной, основываясь на цифрах и на фактах, вот, а не о каких-то своих фантазиях и предположениях. И, да, вот, отвечая на вопрос, почему Facebook, первое – это то, что, ну, давно, зачем делать эту всю рутинную работу неэффективную, если можно заниматься гораздо больше интересными, более интересными именно маркетинговыми вещами. И второй, ну, да просто, ну, смысл какой в каких-то других барахтаться, вот так, по мелочи этих непонятных. Слушай, ну, и тут… Да, и тут еще одно замечание. Дело в том, что, если говорить о Facebook, то это все-таки такая глобальная площадка. Если ВК охватывает, например, только русскоязычный сегмент, в основном, я не говорю, что только, но в основном русскоязычный сегмент, то, в принципе, Facebook – это такая глобальная сетка, которой сидят, в принципе, все. Вот, там, не знаю, как я писал в анонсе, вот, каких-то гаражных чуваков, которые в гараже делают стартапы до условного, там, не знаю, Сергея Брина и прочих-прочих товарищей, которых можно, в принципе, в Facebook зацепить. Хорошо. Смотри, у меня еще… Да, я прошу прощения, Facebook, под Facebook я подразумеваю именно рекламную систему. То есть рекламная система Facebook, сюда входит и сам Facebook, как плейсмент, место для показа рекламы, Instagram, Messenger, Facebook, это один из плейсментов, где можно показывать рекламу, и Audience Network, четвертый плейсмент, это сеть партнерских приложений, фейсбуковских, вот, ну, из таких, которые я так, ну, вспомню, Tinder, так как, да, девушки у меня нет, вот, пользуюсь, и вот вижу там рекламу Facebook, да. То есть я понял. Смотри, по поводу настройки рекламы мы чуть-чуть попозже поговорим, но меня интересует именно аудитория, потому что многие считают, например, ну, есть такое мнение, и я тоже был ему подвержен, в том плане, что на Facebook, это, например, LinkedIn, ты реально можешь там как-то человека догнать и всякое такое, то про Facebook всегда считалось, что у нас он такая полурабочая, но все-таки за рубежом, а мы сейчас говорим больше о зарубежных клиентах, это все-таки такая история больше, ну, как у нас там одноклассники, наверное, да, то есть это такая личная территория, куда лучше не заходить и всякое прочее, вот. И потому у многих вопрос, а может быть, можно ли эффективно генерить какой-то трафик из Facebook, например, потенциальных заказчиков в Lido гнать, если это, блин, какая-то там домашняя сеть, условно говоря, не то что домашняя, а персональная сеть, не рабочая? Так, ну, ответ однозначно да, скорее всего, немножко неправильное понимание, то есть тут вы в Facebook подразумеваете, ну, вот, ну, не ты конкретно, а вообще вот в целом сейчас в этой формулировке я такое нисхождение услышал, это не как место, где ты там, не знаю, условно настраиваешь свою соцсеть, да, свой какой-то там портрет, то, как вот LinkedIn, тот же маркетинг, а Facebook это просто место, где человек видит твою рекламу. Все, если его триггернуло, твоя реклама зацепила, то он дальше идет по твоей воронке, которая может быть в любом мессенджере настроена, на сайт, на какой-то может вести, да куда угодно. Вот, то есть это просто место, где человек производит первое взаимодействие, первую какую-то коммуникацию с твоим рекламным креативом, с твоей рекламой. Ну, и смотри, судя по твоим словам, если мы говорим о том, что человек взаимодействует, а в любом случае, даже если мы возьмем большую компанию, то ей управляют живые люди, как ни крути, которые тоже есть в Facebook. Логика приблизительно такая, что ты выцепляешь живых людей, но эти люди принимают решения в компаниях, правильно? Да, да. Ну, да, конечно, ЛПР, компании, все сидят в Facebook и в Instagram, кто-то в мессенджере, кто-то в приложениях каких-то партнерских. То есть Facebook это огромная такая вещь, но тут весь мир охватывает, на самом деле. Абсолютно любых клиентов можно там выцепить. Как и женщин, которых можно, и скорее, которых просто пропорционально больше будет в одноклассниках, так и каких-нибудь генеральных директоров и, не знаю, вице-президентов крупных компаний. Вот, все, да, Facebook. Окей. Давай тогда окунаться сразу в кейсы и всякие прочие штуки, чтобы мы понимали, как это делать. Вот реально, как это делать, потому что мне самому это очень интересно, и я хочу увидеть реальные живые примеры, как это можно осуществить. Так, ну, из нашего опыта, ну, я понимаю, айтишные какие-то продукты интересуют. А вообще, в целом, немножко про маркетинг хотелось бы рассказать. Вот, смотри, смотри, у меня еще вопрос. Например, если бы я выбирал диджитал-маркетолога, ну, например, то я бы, наверное, выбирал человека, ну, подсознательно, который уже что-то делал для подобных компаний. И в то же время, в то же время, есть такое понимание, как стратегия поведения в Facebook, выстраивание рекламной стратегии и… Да, Виталь, я вижу твою поднятую руку сейчас. И, в принципе, подходы везде одинаковые. То есть, условно, воронки могут отличаться, но принцип везде практически один и тот же. Да, да, однозначно. Да, я больше скажу. На самом деле, русские просто берут какие-то успешные методологии Запада. То есть, то, что работает на Западе, просто сюда переносится чуть позже. Поэтому… Да, давай, Виталик хотел задать вопрос. Виталь, включайся. Нет, забей случайно, тестировал. Окей. Окей, привет. По поводу методологии, на самом деле, маркетинг довольно простой. Ну, естественно, есть. И почему, опять-таки, говорю, цифровой маркетинг, да, и почему важна аналитика – это по факту из каких этапов состоит маркетинг. То есть, фактически, мы сначала предполагаем, что вот наша цель в аудитории – это вот такие вот люди. Берем, ну, и банально, ну, супер банально, так совсем, да, на пальцах спрашиваем, что вам надо. Они нам говорят, это есть проблемное интервью. Давайте, нет, не с того немножко начал. Самая главная такая фраза, да, это то, что маркетинг, не маркетинг, точнее, а люди покупают не какой-то товар, услугу, а решение своих проблем. Решение своих проблем и задач. Это вот, ну, такая прям аксиома. Вот. И, фактически, вот на основе этого всего и выстраиваются уже какие-то дальше воронки. То есть, мы решаем какие-то задачи. Вот одна из методологий из Запада, успешно, которая интегрирована сюда в СНГшное наше пространство – Jobs to be done. Значит, Jobs to be done, да, о чем говорит в двух словах методология. Это мы предполагаем, что у клиента есть какие-то задачи, проецируем их, ну, скажем так, это Jobs клиента, работы какие-то. Ну, вообще, фактически, задачи, которые должны быть выполнены. И наш продукт должен решать, как раз-таки, выполнять какую-то работу за клиента, решать какие-то из их задач. Вот. И банально, да, немножко отвлекся, ушел в сторону. Значит, как вообще выглядит маркетинг? То есть, как я уже сказал, мы спрашиваем у людей, проводим проблемы интервью у нашего сегмента. Спрашиваем, какие у вас проблемы, они нам это называют, да, какие перед вами стоят задачи, называют свои задачи. Мы под это делаем MVP-шку, минимально работоспособная какая-то версия продукта. Запускаем, тестируем эту MVP, получаем первые цифры, метрики, от которых уже можем отталкиваться. Далее проводим решенческое интервью, опрашиваем людей и, ну, скажем так, спрашиваем, чего вам не хватило, что понравилось, что не понравилось. Ну, условно. Вот. Естественно, это все делается по своим методологиям, по своим формулам и всему прочему. Это целый огромный раздел. Вот как раз мой партнер и специализируется на проблемных решенческих интервью. Значит, проводим решенческие интервью, улучшаем наш продукт и делаем уже финальный вот этот запуск, его выводим на рынок. Ну, естественно, это все делается тоже по своим определенным методологиям. То есть там те же рекламные объявления строятся банально просто по формулам. Самая такая рабочая эффективная формула – это, ну, естественно, конечно, да, это целая наука маркетинга, надо понимать и поведенческие какие-то паттерны людей. Много чего надо знать, но банально сводится все до простых формул. То есть тот же рекламный креатив – это что? Ну, давайте так чуть-чуть буквально теории. Значит, как вообще пользовательский взгляд, куда сначала приковывается, если он там, допустим, листает ленту Инстаграма. Сначала пользователь смотрит на картинку, потом читает на ней текст. Вот. Вот это текст на картинке на баннере, а здесь мы два варианта. Ну, я говорю сейчас про самую эффективную формулу. Вот. Обычно текстографический баннер. Значит, на вот этой картинке мы пишем, как мы можем решить задачу пользователя, либо какую-то проблему. Вот. Ну, то есть банально. Ну, накиньте чего-нибудь такого. Не знаю, разработка CRM для... Котиков. Так, ну... Для владельцев котиков. Да, банально. Ну, нет. Разработка CRM – это прям узкая. Это для тех, кто уже знает, уже определился, скажем так. Это немножко по пирамиде состояние. Это прям самое горячее. Те, кто осознает проблему и ищет решение. Ну, давайте, окей, под них. Это самый узкий сегмент, но тем не менее самый горячий. Это те, кто сразу триггерятся и сразу принимает решение о покупке. Разработаем вам CRM для котиков. Визуализируем что-то похожее с конечным результатом этой CRM для котиков. Вот. Далее пишем в креативе с помощью чего мы разработаем. То есть наше решение. Сначала задача-проблема. Далее пункт решения. Это уже в тексте рекламного объявления. Несколько фактов и призыв к действию. То есть что сделать дальше. Значит, разработаем CRM для котиков. Для этого мы, компания такая-то, собрали там лучших профессионалов рынка, бла-бла-бла-бла-бла. Вот. Какое мы предлагаем решение для того, чтобы человек получил вот эту разработку CRM для котиков. Слушай, тут я сразу тебя вот остановлю. Вот на этой точке. Вот окей. Если мы понимаем, что мы разрабатываем строго CRM для котиков, это как бы, да, согласен, это не очень хороший пример. Я приведу тебе пример среднестатистического владельца аутсорсинговой компании, который очень растучит и понимает своих клиентов. Ну, условно говоря, он понимает, что он там ходит на условном .NET, либо там Java, либо JavaScript. Не важно. Абсолютно не важно. Не привязываемся к технологиям. Вот. И у него задача. Он на самом деле может приблизительно описать ICP, но это будет такое очень растущатое, потому что они зачастую просто не могут его описать. Честно говорю, они просто не... Вот в таком случае может ли вот таким вот итерационным методом как-то выкристаллизовать тех, кто будет клевать на эту рекламу, в основном говоря, тех, кто будет попадать в воронку? Так вот для этого и проводится проблемное интервью. То есть это самое первое, что делается. Мы спрашиваем у людей как раз таки. Мы примерно определяем сегмент нашей аудитории потенциальный. Хотелось бы на каком-нибудь примере все-таки это дело, чтобы было понятнее. Давай, жги. Давайте, может, сразу кейсу. Да подожди кейсу, подожди кейсу. Не-не-не. Ну окей. Да я не то, чтобы хочу трейм-кейс показать. Просто на примере понятнее становится. Давай вот просто накинуть что-нибудь. Или может быть из чата кто-то предложит свой вариант. Да, ребят, вот вы же сейчас сидите, и вот у вас какие-то есть услуги, наверное, на которые вы хотите достать клиентов, неважно, из Фейсбука, не из Фейсбука, хоть-хоть с Луны. Вот накиньте прямо сейчас в чатике, либо включитесь здесь в Zoom. Есть смертная? Правильно сказал iTech Moscow, что нормально генерятся лиды и СВБ, главное, удачный оффер. Да, на самом деле. Давайте пока вы накидываете, в продолжение темы скажу, что действительно это правильный, хороший, качественный, грамотно продуманный оффер. И сама структура воронки, это действительно залог успеха. Все остальное, на самом деле, сейчас делает нейросеть. То есть мы просто говорим, вот чем Фейсбук, да и почему опять-таки Фейсбук, почему никакая другая рекламная система. Фейсбук лучше всех, ну, в принципе, впереди планеты всей в направлении оптимизации рекламных показов. То есть он очень хорошо понимает, кому в первую очередь надо показывать нашу рекламу. Каким образом это делается? Самым обыкновенным. Есть такая фишка, как оптимизация по целевому действию. Вот, то есть какие у нас целевые действия на этапе могут быть? Это увидел, ну, окей, увидел объявление, это не действие, это просто вход в воронку, охват наш. Дальше кликнул по объявлению, и вот на клике по объявлению, как правило, большинство всех рекламных систем и останавливается. Вот, Фейсбук может оптимизировать абсолютно по любой конверсии. Это дальше может быть переход в мессенджер. В мессенджере мы можем отправить ссылку на какую-нибудь статью человека, и в статье будет кнопка, и мы будем говорить Фейсбуку, что нам нужны именно те люди, которые нажали на вот эту кнопку, а вот, это может быть вообще оффлайн-конверсия, то есть какой-то крупный ритейл, да не знаю, сеть барбершопов, а вот, им нужны клиенты, которые дошли именно, то есть финальная целевая конверсия, это человек пришел в барбершоп. Мы ему даем купон в рекламном объявлении, все, мы его пометили, то есть Фейсбук увидел пользователя после клика, это есть такая атрибуция. Дальше человек дошел до барбершопа, у Фейсбука сложилось, вот он портрет нашей целевой аудитории, и дальше он понимает, кому показывать в первую очередь рекламу. Вот в этом и есть самое такое основное и мощное преимущество Фейсбука. Окей, смотри, я смотрю за комментариями, кстати, ребята, если вы хотите, чтобы мы ваш кейс разобрали, пишите на Фейсбуке комменты. Так, у нас есть претенденты, мне нравится самый непонятный запрос, самый расплычатый. Ренат, услуги по разработке ПО для западных клиентов. Вот, давай-ка мы вот отполкнемся, на самом деле, вот как мыслит Ренат, вот эти горе, вот показатель того, что на самом деле вот у него компания средняя, ну, так, ну, как бы там 10-20 человек, наверное, я так думаю. Ренат, если я ошибся, извини, можешь сейчас меня там поругать в комментах. Но обычно вот такими категориями думают ребята действительно те, кому очень нужны клиенты, и они не знают откуда начать, они не знают откуда, в какую сторону грести, понимаешь. И вот для таких, насколько может быть эффективен вот этот способ, вот метод вот для таких ребят, у которых уже есть какие-то бюджетные рекламы, условно, если там 10 человек у тебя в компании, это уже значит, что у тебя какие-то бюджеты есть, плюс-минус, ну, не фантастические, но хоть какие-то. И реально у тебя подгорает, тебе нужны новые клиенты. А теперь вот давай от этой печки писать. Ну, услуги по разработке ПО, это уже, скажем так, конечная стадия. То есть надо, ну, не конечная, это слишком узко прям. Разработаем какое-то определенное программное обеспечение, это может быть тоже оффером, но это не особо круто для какой-то охватной такой компании, масштабной, вот, потому что она нацелена только на узкий сегмент, опять-таки на тех людей, которые осознают проблему и ищут решение в данный момент. То есть условно, если по пирамидке ПО это взять, так статусы пользователя по отношению к проблеме, ну, давайте так, по-простому. В общем, есть пласт людей, которые не осознают проблему вообще. Вот. Есть пласт, ну, это, в принципе, не целевые нам люди. Есть те, которые осознают проблему, но не ищут решения. Это вот те, в которых мы и целим с помощью таргетированной рекламы в Фейсбуке. И есть те, кто осознает проблему и ищет решение. Вот. И, соответственно, вот такой вот оффер у нас конкретная ПО. Берите, покупайте вот за такую-то сумму. Это тоже рабочая схема, но это прям, ну, недолгосрочная, не особо масштабируемая такая вещь. Чтобы это масштабировать, ну, давайте услуги по разработке ПО. Что за услуги? Ну, хотя бы так в двух словах как-то можно описание? Давай так. Я тебе могу сказать, что я сейчас фантазирую. Ренат, значит, у него есть 10 программистов, которые выполняют, делают программирование веб-сервисов каких-то. Не знаю. Давай предположим, что они делают сайты. Красивые сайты с довольно мощным бэк-эндом. Они умеют это делать. Неважно, на каких технологиях, к технологиям не привязываемся. Но они, например, могут сделать портал для сети клиник стоматологий, условно говоря, где может быть регистрация, там, ознакомление с услугами, прайсинг, прочее-прочее. И в то же время они, например, могут запилить довольно мощный интернет-магазин для какого-нибудь ритейлера, оффлайн-ритейлера, чтобы перевести его в наше неспокойное время в онлайн. Жень, вижу твой вопрос. Сейчас Олег ответит, и я тебе дам слово. Ну вот у Алекса еще интересно, да. Значит, так, ритейлер, интернет-магазин. Ну, по сути, с интернет-магазином два варианта. Это может быть, во-первых, прямой оффер. Да, действительно, мы разрабатываем интернет-магазины. Ну, это такая прямо, это красный океан. А вообще, дайте подумать, просто еще есть такой момент, чтобы не слишком узкая, в принципе, наша аудитория была. То есть, если у нас действительно какое-то, не знаю, у меня были клиенты, да, заказчики, интеграторы, например, крупные. То есть, их целевая аудитория, это, ну, прям компании, даже не средние, а уже крупный бизнес, которых, ну, действительно, в принципе, мало. То есть, в принципе, сама по себе узкая аудитория. Вот, то есть, это не совсем, не совсем для таргетированной рекламы, то есть, не совсем наши. Ну, точнее, не прямой холодной рекламы в соцсетях такие услуги продаются. Есть, действительно, такие вещи, которые не продать. Ну, точнее, можно продать, но это будет очень долго. Нецелесообразно и куча других способов. Вот, значит, легкий вход. Можно я задам вопрос немножко более общим, сделаю немножко более общим, и тогда, может быть, будет легче на него ответить, или, наоборот, сожалею. Я просто читал, я тоже писал в комментариях и читал комментарии. Если мы говорим, во-первых, давайте сразу разделим. Мы говорим, фейсбук, таргетирование, реклама на западном рынке или на восточной Европе, СНГ и так далее. Это первое. Не ожидая вопроса, сразу скажу насчет западного. Если мы говорим про западный рынок, что мне очень интересно услышать, да, то есть, вот почему я сюда пришел, послушаю. Если кто-то задал вопрос, хочу CRM для донтистов. Вот, в Америке, по крайней мере, донтисты, в 90% донтистов это маленький бизнес. Маленький бизнес, это значит, это один донтист, у которого маленький офис, в котором работает либо он один, либо, может быть, еще два донтиста. И это вообще можно расценивать чуть ли не как B2C продажу. То есть, ты ему постучал, он сидит дома, он думает, как ему улучшить свой бизнес, потому что сегодня у него мало денег и так далее. При том, что мы, как мы говорим, это B2B, но это каждая продажа, это быстрое. Есть, очень многие люди написали насчет разработка, аутсорсинг разработка. Это чистой воды B2B. То есть, независимо от размера компании, даже, исключение каких-то совсем маленьких, даже если работает софтвер компания, которая работает 10-15 человек, это уже бизнес. Вот, наверное, интересно разобрать вариант, учитывая, что здесь айтишники все себя, и многие занимаются аутсорсингом, вот как в Фейсбуке достучаться, таргетировать, настроить на западном рынке, опять, мне это интересно, потому что я нахожусь на западном рынке, на западном рынке именно вот там, софтвер разработку. Сергей говорил о разработке магазина. Разработка магазина – это компонент. У компании могут быть, вы можете делать и магазины, мы можем делать и CRM, мы можем делать вообще любую кастомную разработку. Какая разница? Наш сервис – это мы для вас пишем софтвер. Для этого я закрываю свой рот и выключаю. Смотри, Жень, я тут хочу с тобой немножко поспорить, объясню почему. Потому что в целом такое понятие, как софтвер разработка, это настолько широкое понятие, что просто трэш. Ты же сам понимаешь. Разработка на чем, на каких технологиях, на вот какие сегменты, кто твои целевые клиенты, какие кейсы у тебя есть. Ну, блин, если мы просто тыкнем там палочкой в софт разработку, это мы покрываем, ну, приблизительно, ну, не знаю, 90% рынка условно. Отвечу, я прошу прощения, Сергей, я отвечу тебе, ты абсолютно прав, абсолютно прав. Но при этом разработка, IT-разработка, аутсорсинг, он решает следующую боль. А на какая технология – это не важно. А боль он решает. Есть компания А, ну, скажем, американская, у них либо не хватает знаний в определенной технологии, в определенной технической проблеме, они еще, кто им это поможет, либо у них не хватает рук, чтобы, ну, просто быстрее или дешевле, или быстрее, неважно, что-то делать. Я могу с тобой спорить, что если таргетировать в Фейсбуке человека, который, например, там, является принимающим решения в софтвер-компании по аутсорсингу, еще как-то теоретически может быть и возможно, честно, не знаю, как, поэтому пришел слушать, то таргетировать человека, который занимается PHP-разработкой, разработкой или Node.js-разработкой, и его интересует технология, там, такая-то, ну, просто невозможно, Фейсбук не знает эту информацию. Да и не надо это, да, наверное. Нет, 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 во-первых, поспорю с тем, что Фейсбук знает и не знает, ну, это действительно, это, ну, суперумная нейросеть, которая очень много всего знает. Знаете, я о всех перемещениях, как он находит, ну, это реально просто прям как чудеса. Я потом приведу пример, да, вот буквально вот эта оптимизация по конверсиям. Сразу отвечу, вот тут прозвучало прям уже два таких посылок, которые вот берите и пишите на креативе. Не хватает рук для там какой-то разработки, условно, так прям это и можно. Ну, действительно, если это есть боль, если это боль болит, то прям ее и пишите на объявлении. Вот. И там визуал, если мы говорим про проблему, да, то как-то связано с проблемой. То есть, когда я говорил, есть два типа вот этого захода через задачу, через проблему. Вот. В случае с проблемой, ну, вот, отлично, на самом деле посыл на баннере. То есть, не хватает рук, ну, не хватает разработчиков в вашей компании. То есть, если человек занимается разработкой, ему действительно не хватает разработчиков, он потом уже чуть позже узнает, каких именно разработчиков, да, на каких там системах и что вы конкретно делаете. Ну, конкретно триггер вот этот вот, прям боль, то есть ее и надо написать на объявлении. И, да, да. Все, окей, не-не-не. Я прошу прощения, я прошу прощения. И сейчас у меня был вопрос, не что написать. Это очень важно и согласен. Вопрос, как таргетировать. Как таргетировать и как зацепить. Я просто, у меня есть утверждение такое, это мое утверждение, мое наблюдение. И я готов, чтобы меня переубедили. Я на самом деле очень хочу, чтобы меня переубедили, что в Штатах Facebook это сугубо личное пространство. И B2B реклама в нем просто не работает. И вот поэтому я задаю вопрос, как таргетировать этих людей? Вот как их зацепить? То есть человек пришел домой, сел на диванчик, перед телевизором взял в руки там свой айпад, или не знаю, что он взял в руки, сидит, смотрит фотографии своих друзей, а тут ему говорит, давай мы тебе продадим программирование. Вот продавать. Нет, мы не говорим ему, давай мы тебе продадим программирование. А мы говорим, давай мы решим твою проблему. То есть у человека есть проблема какая-то в голове. Хоть он уже и сидит дома, сидит на диванчике, просто листает, залипает в этой ленте, но тем не менее эта проблема у него будет завтра, будет послезавтра. Мы предлагаем ему решить его проблему. У него рабочий день закончился. Он пришел домой, у него закончился рабочий день. Я повторяю, я спорю не для того, чтобы доказать, что я прав, я спорю для того, чтобы наоборот услышать, что я не прав. Я очень хочу услышать, что я не прав. Да неважно, но то есть дальше уже зависит от нашей воронки. Ну, окей, пускай рабочий день закончился, он все равно кликнет за решением своей проблемы, посмотрит на наш оффер. Если его в какой-то степени удовлетворит наш оффер, он, допустим, оставит заявку. Это не значит, что мы прямо будем ему сегодня звонить. Мы позвоним ему завтра в рабочее время, когда он будет на работе, когда он будет готов с нами коммуницировать и говорить уже о каких-то решениях с ним будем в рабочее время. Во-первых, начнем сначала. Никто никому не позвонит. В Америке отсутствует сегодня понятие позвонить. Пишем имейл, да, никто никому не позвонит. Это очень важная вещь, потому что если все затаргетировано на позвонить, то оно уже поломалось. Без разницы. Имейл, мессенджер. Никакого мессенджера. Ну, начиная от того, что ты можешь человека увести на сайт, на самом деле, как многие делают. Например, я могу рассказать, да, свой паттерн поведения в этом плане, при том, что я прекрасно отличаю промоутед посты от регулярных постов, ну, от обычных. Вот. И то я ведусь иногда, да, особенно если я листаю, и нейросетка Facebook уже точно знает, что я загнанный на всю голову по поводу того, чтобы тестить всякие продукты всяких компаний, типа там, не знаю, Trello, еще что-нибудь, ну, понимаете, да, вот такие всякие штуки. Они мне подсовывают эту рекламу, особенно вечером после работы, вот когда мы с тобой, Женя, заканчиваем общаться, я еще могу там позалипать в Facebook и полистать. Они мне, зараза, в это время реально подсовывают эти посты. Ты понимаешь? Какого типа? Мне тоже, ну, ты понимаешь, мне тоже. Я в Facebook много провожу времени, я в нем работаю, к сожалению, но что, какого типа посты? Вот я могу сказать, что мне продают постоянно в Facebook, и я вам скажу, что это, ну, уж точно, ну, не B2B продажа, хотя логично было. Ну, кстати, Харст, ну, релевантные офферы. Да, кстати, Лена дала хорошее, Елена дала хорошее замечание, мне кажется, что на профрекламу в ВВБ реагируют только владельцы мелкого бизнеса, потому что они живут работой мелкого и середина. Это очень хорошая формулировка, согласен, это очень хорошая формулировка, именно вот то, что я говорил про дентиста, да, дентист, это только называется бизнес, это, ну, это работа. Жень, я тут еще хочу сказать, что на самом деле есть же еще ребята, которые живут в долине, и которые загнаны на всю голову, которые работают 24 часа в сутки, ну, давай будем честны, только сумасшедшие могут. Конечно есть. Вот, и они реально, и они реально, это те ребята, которые создают что-то новое, что-то интересное, они реально загнаны на всю голову для того, чтобы как можно скорее выпустить свои продукты и как можно меньше потратить на это денег, ну, потому что там ограниченный бюджет. Кстати, хороший кейс, вот если у нас, смотри, извини, Сергей, у них не время не сидят в Facebook, если то, что ты рассказал правду, то они не сидят в Facebook. Ну, а проглядывают, ну, как ни крути, проглядывают. У меня даже те ребята, с которыми ты меня знакомишь, они в Facebook мне не отвечают, понимаешь, то есть если я им пишу, либо там каменчу их посты, то они мне отвечают, даже те, кто там стартаперы загнаны на всю башню из долины. Знаете, я просто хочу... Я ненавижу, когда я собираю микрофон, я уже хочу его выключить, выключить камеру, потому что я сейчас... У вас другая тема, я увожу вас, я не хочу этого делать. Друзья, смотрите, я очень много работаю с Восточной Европой, я очень много... Я живу в Америке. В Восточной Европе вы живете в Facebook, вы живете... У меня есть проекты, у которых здесь девушки, я материться не могу, у них KPI завязаны на то, сколько лайков в Facebook поставят на тот или иной пост. В Америке это дикость, это реально Америка, это реально Facebook, это персональное пространство, в котором, да, там можно обсудить политику, там можно обсудить то, что, кто там более активен, кто-то менее активен. Но это не бизнес-сфера. Не сидят люди в Американце в Facebook и думают о работе. Это наоборот. Я прошу прощения, взял туалет, пошел на унитаз, и говорит, я хочу 10 минут не думать о работе. И вот Facebook удовлетворяет на 100% этому реквайр. Вот просто на 100%. Он тебя всасывает, он это, к сожалению, делает очень хорошо, и ты можешь отключиться от мира. То есть это вообще другой мир. В Америке просто с Facebook есть вот такая проблема. Если вы посмотрите количество друзей в Facebook, в привычках Facebook друзей, у среднего американца, который не является лидером мнения, да, я не говорю какой-то там известный докладчик, который ездит на лекции, и там весь мир хочет не жить, а простой средний американец. Посмотрите на его количество друзей, работающий в IT, там, CTO американской компании. Просто количество друзей. И посмотрите на такого же человека из России или из Украины. Оно в нуле отличается, да, то есть у этого будет там 200 человек, у этого будет 2000 человек. Потому что в Америке Facebook – это личное прославство, это все люди, которых он лично знает. Окей. Это вот то, что в самом начале я говорил, да мы не ловим человека своим, именно своим профилем каким-то. Мы просто ловим его. Вот. Олег, извини, пожалуйста. Извини, пожалуйста. Вот то, что, то, что я хотел тему эту тоже немножко затронуть. Вот смотри, буквально сегодня Оля Бондарева, это, она тоже, ну, спикер у меня несколько раз выступала, она буквально сегодня выпустила пост о том, что все, она делает такой эксперимент, она раскачивает свой профиль личный. Она раскачивает профиль личный через Facebook, причем она таргетится на западных товарищей. И вот тут, по-моему, то, что сказал Женя, вот личный как бы не имеет смысла, на мой взгляд. Ну, не знаю, пусть приведет эксперимент, Оля такая упорная девочка, она, я думаю, потом поделится результатами. Но вот когда мы говорим о таргетах, то это же не личное, это же выходит за рамки личного. Тут как бы такое смешение между личным и рабочим, мне кажется. Да, это просто страничка, наша какая-то страница, на которой информация о нашей компании. Мы как компания, как бизнес какой-то предлагаем человеку решить его проблемы. Все. И триггернется он или не триггернется, зависит только от того, насколько у него болит, насколько вот эта проблема для него весома и значима. Тут, наверное, не только насколько болит, а насколько ты смог донести идею того, что ты можешь решить его проблему. Не важно, он на унитазе сидит в это время или просто где-то в метро едет. Действительно, если это болит, это показывает статистика. И еще надо учесть такой факт, что мы показываем рекламу тысячи человек, если просто средний по больнице взять температуру, но хорошо, если там один из тысяч перейдет, ой, один из ста, например, перейдет по нашей рекламе. Вот, если два из ста перейдут, то это прям вообще очень хороший показатель. Ну, если брать, опять-таки, средние какие-то цифры. А если мы говорим про B2B, то два из ста, ну, это вообще прям нереальные какие-то. То есть 100 человек увидели, один перешел, это для B2B хорошо. То есть мы просто показываем очень-очень большому количеству человек. Facebook обучается на первых порах, да, на старте нашей компании. И потом он действительно понимает уже, кому надо показывать, у кого такая же боль, у кого такая же проблема. Делает это просто замечательно. А вот, это вот как раз то преимущество, про которое я говорил. И мы просто... Facebook великолепен в этом. Да. Абсолютно. В виде планеты всей. Знаете, я... Сергей, выключи меня. Ну, давай, давай. А у тебя последнее это? А у тебя последняя, как его, ремарка? Я тебя набью. Я захожу в магазин. Мне нужно купить складной стул. Я езжу на природу, мне нужно складной стул. Есть магазины специализированные для всего, для природы, для... Что на природу, да, вот просто специализированные. Есть магазины такие универсальные, где продается все. А есть супермаркеты. В Америке супермаркет немножко другое, чем, например, в России, в Украине супермаркет. В супермаркете там только продукты. Но даже в магазине продуктов будут стоять, будут стоять складные стулья. На всякий случай. А вдруг кому-то понадобится. Они их продают единицы, но они там стоят для удобства, чтобы называться супермаркетом. Ну, чтобы быть супермаркетом. И вот теперь вопрос. Если я захожу в магазин, в супермаркет, я не обращаю на них внимания, unless у меня только что поломался этот стул, и вот мне сейчас нужно где угодно его купить. Я просто это фильтрую. У меня мозг его фильтрует. Я его не вижу. Я иду продукты, 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 продукты. А что это было? А, да, были стулья. Я даже на них не обращал внимания. Вот мне кажется, что Facebook в Америке, подчеркиваю, сугубо в Америке, Facebook в отношении бизнеса у людей. Вот фотография котики, фотография котики, политика фотография котики. Ой, а что это было? А это была какая-то реклама про бизнес. С одной стороны. Ну, это просто более упорно мы показываем свою рекламу, и там, может быть, со второго, с третьего показа человек все-таки триггернется. А про этот стул хороший пример был. Ну, это точно так же, да. Тот же стул можно показать и в интернете. Ну, именно вот, как правильно было сказано, есть, когда возникла эта проблема, и понятно решение, что нужен конкретно какой-то определенный стул. Если в этот момент показать рекламу с этим стулом и объяснить, там, допустим, вот этот складной стул для того, чтобы поехать куда-то, там, на шашлык, на природу. Запланирована поездка через, там, четыре дня. Вот. И мы показываем рекламу максимально четко, понятно, с максимальным количеством подробностей. Ну, скажем так, совсем простыми словами говорить. И мы предлагаем вам конкретно вот этот вот складной стул, предлагаем его с доставкой до двери в течение, там, двух дней. Все, окей, подходит под все критерии необходимые, это вас триггерит, совершается с покупкой. Ну, или, как минимум, какое-то целевое действие. Вот. То есть, переход на следующий этап воронки. То есть, вот, поездка через четыре дня, окей, да, с доставкой до двери в течение двух дней мне подходит. Стул такой, мне действительно нужен был, да, окей, мне подходит. Ну, решает все мои проблемы, ну, да, окей, вот, триггер сработал, человек перешел на следующий этап. И он, естественно, дальше может отвалиться, уже менеджер может не продать, там, еще что-то может его не устроить. Но, как минимум, первичный триггер, это вот именно от этого оффера и зависит. И тут хочу немножко оспорить вот эту всю историю, на самом деле, когда... И это гипотеза, не более, потому что я пока это делать не умею, на самом деле. И, наверное, вот сейчас ты, Олег, либо меня поддержишь, либо опровергнешь. Условно говоря, если ты находишься в личном пространстве, листаешь посты от друзей, и если тебе грамотно подсунется правильная реклама, которая бьет прямо в сердце, то, вероятнее всего, я на нее отреагирую. А потом будете уже разбираться, что это за компания, из чего конкретно состоит, чем он лучше конкурентов. Дальше уже этап, да, изучение конкурентов, в общем-то, может, дальше определенная стадия принятия решения. Но сам первичный триггер, мы сейчас про него просто говорим. Что он триггерит не с первого раза, да, как раз в Америке есть, действительно, это правда. Со второго, с третьего мы все равно добьем. И все равно человек триггерится, покупает людям. Там просто рекламы, в принципе, больше. Соответственно, если не баннерная слепота. Но, тем не менее, все продается. И от СНГ отличается, как я сказал, уже чисто вот такими вещами. Да, немножко где-то посылы там, естественно, под диалектом в той же Западной Европе, от диалекта много чего зависит. Но, в целом, как я уже сказал, что в России, наоборот, перетягивать западные методологии, вот эти структуры воронок и какие-то все маркетинговые штуки, конструкции, новиночки. Вот, они работают там. Окей, давайте двигаться дальше, потому что мы 43 минуты просто обсуждаем, нужна ли реклама в Фейсбуке, а я хочу уже увидеть результаты. Кстати, Илья тут написал, Илья, мне кажется, переехал из Англии, из этого, не помню, из Аргентины, по-моему, я не переехал, не помню. В Англии, мне кажется, это чуть по-другому. Фейсбук смешанное пространство, но тоже зависит от размера бизнеса. И я могу вам точно сказать, что один из клиентов у меня из Фейсбука, и он, и это из Германии. Ну, вот я могу точно сказать, это вот именно немецкий клиент. Потому вот там это тоже такое смешанное пространство между личным и рабочим. Так, ребята, кто нас смотрит на Фейсбуке? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Добавлю, да, я хотел просто акцент на этом сделать, чтобы вы не смотрели на Фейсбук, как на конкретное какое-то место для показа. Мы сейчас говорим про Фейсбук. То есть буквально одну минуточку лирики, и вообще из чего состоит вот эта воронка для компании получения денег. Из глобальной, из пяти этапов. Значит, первый этап – это acquisition, привлечение. Вот тут как раз-таки есть эти все плейсменты, Фейсбук, не Фейсбук, на сайте на каком-то, да, куда-то мы на сайт льем из органики, из SEO, из контекста. Вот, и Фейсбук только – это один из каналов. Вот, это вся рекламная система – Фейсбук, Инстаграм, Мессенджер и прочее. Дальше у нас идет этап активации, Activision. Значит, это получение первых денег от клиента. Следующий у нас retention, удержание. Это, ну, задача на этом этапе – получить как можно больше денег от клиента, который уже активирован. То есть это увеличить LTV. LTV – lifetime value – это жизненная ценность клиента, ну, количество денег, которое клиент приносит нам за весь свой цикл, скажем так, существования в виде нашего клиента. И четвертый этап – это реферал, рекомендации. То есть сделать так, чтобы люди рекомендовали наш продукт. То есть это уже батное, скажем так, распространение. Ну, и самый горячий, самый теплый клиент приходит отсюда. И только пятый этап уже – это и есть доход времени. Вот, это пиратская метрика, а воронка такая. И вот мы сейчас говорим только, да, про вот этот первый вход. И Фейсбук, вот тот, про который сейчас мы столько долго спорили, это всего лишь один из плейсментов в самом начале вот этой вот воронки. Да-да-да, я согласен. Ладно, да. Я немножко начинаю влекаться, поэтому меня тоже тормозит. Окей. И философствовать на различные темы. Ну что, погнали к кейсам на самом деле. То есть что можно сделать при помощи рекламы в Фейсбуке? Давайте нам расскажешь, вот на примерах покажешь. А вот тут, кстати, крутой запрос от AlexU, как раз вот прям суперрелевантный тому кейсу, с которого я начать хотел. Информационная безопасность в крупных компаниях. Значит, это вот как раз есть мой кейс. Сейчас, секунду. Компания eCloud, вот, работали летом с ними. Значит, электронное облако занимается как раз-таки информационной безопасностью. Безопасность от кибератак каких-то. Ну, то есть это защищенные мессенджеры, это софт, которые в режиме монитора работают на серверах для того, чтобы в любой момент просто все отключить. Никаких данных нигде на хранителях не оставалось. Вот, значит, у них там тревожная кнопка для вызова адвоката. Ну, скажем так, учитывая то, что компания все-таки в СНГ, вот, то есть основным таким... Ну, давайте как раз вот удачный пример. То есть какие проблемы решает софт? Казалось бы, софт защищает от кибератак каких-то, от каких-то взломов. Но фактически вот мы выявили самую такую сильную боль и задачу, которую надо решить для нашей СНГ-аудитории, а конкретно это была Москва. Значит, целевая аудитория – это собственники и гендиректора компании с оборотом от 50 миллионов рублей в год. То есть это такое, да, на самом деле, не сказать, что крупный бизнес, но тем не менее на этих оборотах компания уже может позволить себе продукт электронного облака. Вот, значит, 50 миллионов – собственники и гендиректора. Ну, казалось бы, довольно сложная аудитория, которую тоже, как мне в самом начале говорили, ну, не найти в Фейсбуке. Вот, тем не менее, сидит она в Фейсбуке и точно так же триггерится на рекламу. Перепробовали кучу всего. Ну, на самом деле, мы там начинали с привлечения их на оффлайн-семинары, пробовали мессенджеры, там полуавтоматические такие конструкции из чат-ботов в связке с менеджером, вот, как такой помощник по безопасности у тебя в телефоне. Пробовали, да, ну, на самом деле, куча всего, линдосы всякие, то есть классическую такую продуктовую воронку через лендинг. Вот, но по факту, как выглядела сама конструкция, то есть есть целевая аудитория, вот, и мы понимаем, что у них есть боль. Их боль – это полицейская проверка, самая такая сильная, значит, и мы предлагаем решение как раз-таки защититься от несанкционированной полицейской проверки. Вот, то есть это, ну, как бы из кибербезопасности, и сразу все проблемы, точнее, все задачи, точнее, продукт компании отлично решает вот эту вот задачу, да, защититься от этой как раз-таки несанкционированной проверки. И, в общем, как я уже сказал, перепробовали кучу всего, в итоге сработал такой отличный оффер. Значит, по поводу листания ленты, кстати, залипания над лентой в туалете, это вот, да, действительно есть такой, и, скажем так, депрессивный очень контент. Ну, не будем сейчас в поведенческую психологию лезть, просто скажу, ну, действительно так есть, это исследование доказано, что действительно контент в ленте, ну, он на самом деле делает нас более депрессивными. То есть мы сидим, смотрим в том же Инстаграме, какие все крутые, красивые, где-то там на морях, хоть по факту это просто старой давности, фоточки какие-то выходят. И, ну, действительно в такую небольшую депрессию нас гоняет. И мы, наш глаз просто ищется, чтобы зацепиться, такое в ленте, вот, ну, чтобы просто кликнуть, посмотреть как-то, немножко удивить наш мозг. Вот, и тут нам приходят очень хорошо на пользу, на помощь всякие различные игровые механики, интерактивные механики. Вот, тесты, квизы и прочее, прочее. Вот, и как раз вот в случае с нашей вот этой полицейской проверкой и кейсом, значит, мы попробовали такой вариант. То есть мы собрали тест из 14 вопросов, вот, тест на... проверку уровня защищенности твоей компании от полицейской проверки. Вот, и прям сделали такой критик. Сначала немножко попугали, сначала просто отрегировали, привлекли внимание, так и написали. Собственник или генеральный директор компании. Ну, то есть условно просто вот персонализация, этап персонализации. Кому адресован посыл, который будет дальше в этом рекламном объявлении. Ты сидишь и думаешь, о, да, действительно, я собственник компании. Окей, смотрим дальше. Дальше мы начинаем немножко ковырять, усиливать нашу боль. Вот, какие... Приводим просто сухие цифры, что там за 2019 год, за 2018 на тот момент, за прошлый год, какие там потери понесли бизнесы из-за вот этих несанкционированных полицейских проверок. И дальше предлагаем наше решение. Мы предлагаем пройти анонимный тест, что тоже обязательно. И очень важным элементом было именно анонимный тест. Потому что, ну, человек, который боится какой-то полицейской проверки, это, кстати, одна из сложностей, почему было действительно... Почему вообще этот кейс был сложным и действительно сложно было найти аудиторию, потому что еще мы их в такой ситуации, скажем так, не самой хорошей, не самой приятной ситуации ловим человека. Вот. И, в общем, мы предлагаем пройти анонимный тест на то, чтобы узнать уровень защищенности твоей компании от несанкционированной полицейской проверки. Все. Переходи, жми подробнее. Дальше человек попадает на просто посадочную из тильды, в тильде сделанной из 14 вопросов. Там элементарные вопросы, банальный вид там, где вы храните документы. Ну, не конкретное место какое-то, да, а фактически там в сейфе, например, либо где-то там в офисе, не в офисе. Вот. Есть ли турникет, есть ли секретарь. И такая вот интересная фишечка в конце была использована. То есть сначала мы... То есть задача вот этого всего, вот этой конструкции, это как раз таки этап привлечения до активации. Активация уже была с помощью менеджера. Вот. И на этапе привлечения, значит, нам надо было получить личный номер телефона. Вот это вот лица, принимающего решение, как раз таки собственника. Ну, или гендиректора. Может быть, это главбук даже на самом деле еще мог быть. Ну, тот, у кого действительно вот эта боль есть. Вот. Чью проблему мы решаем. И с какой еще проблемой столкнулись? То есть попробовали сначала запросить имейл. Да, отлично. Конверсия была шикарная. Имейл хорошо предоставляли. Но с имейла невозможно было дальше продать. Значит, вторым этапом мы попросили номер телефона и предложили отправить ему отчет о безопасности. Ну, и конверсия была действительно ужасной. Потому что это было похоже на очередной сбор какой-то спам, сбор контактов для какой-то спамовой рассылки. Ну, классический такой довольно. Ну, у человека не срасталось, как, куда отчет ему отправить. СМС-ки, не СМС-ки, не чем вообще. Что это такое. Вот. И дальше нам на помощь пришел самый популярный в мире мессенджер, WhatsApp, который совмещает себе функции имейла и номера телефона. А вот. Ну, как все знают, WhatsApp номер телефона это и есть, скажем так, логин. Вот. И мы просто написали вместо телефона, дайте, пожалуйста, свой номер телефона WhatsApp, куда мы пришлем вам отчет о безопасности. Ну, и все. И это вообще решал, на самом деле, еще и другую проблему. Если на почту часто давали почту инфо, вот, номер телефона могли дать номер телефона офиса, то номер телефона WhatsApp, это конкретно номер телефона того человека, который сейчас смотрит это рекламное объявление. И, ну, это с большей вероятностью именно лицо, принимающее решение. Вот. И мессенджер выполняет функцию приема какого-то, ценности какой-то, которую мы обещаем ему отправить за прохождение теста. Ну, в общем, короче, все сложилось, и у человека в голове смачилось. И у нас, да, на цифрах это показало свою эффективность. И вот такой нехитрой воронкой мы научились получать номера телефонов этих вот наших, здесь, принимающих решения. Ну, и дальше уже по скрипту менеджер совершал продажу. Такой интересный скрипт в сравнении со страховкой жизни. То есть вот вы жизнь, например, страхуете, да, а почему бы не застраховать ваш бизнес? Ну, в общем, это уже другая часть нашей команды занималась этим. Вот, я отвечал именно за часть привлечения. Вот, если немножко по цифрам, давайте, да, скрины наделал. Ну, это еще летом мы работали, вот, на самом деле, от всей нашей команды ожидали именно подпродажи. Вот, и мы, ну, довольно поздно, я скажу честно, как есть, довольно поздно научились привлекать вот эти вот по целевой стоимости необходимых нам людей. И поэтому, ну, скажем так, за неимением продаж финальных, вот, с нашей командой, ну, вот, точнее, мы с компанией перестали работать. Вот, но, тем не менее, да, по части именно привлечения, то, о чем мы сегодня говорим, и то, в чем я имею свои наивысшие компетенции, вот, по части привлечения кейс довольно такой прям, ну, очень интересный. И я как специалист на нем еще очень хорошо так забустил у меня этот кейс. Вот, вырос на этом проекте, можно сказать, как спец. Ну, давайте немножко покажу, может, скриншотов. То, что удалось вытянуть из кабинета, вот, нашел. Так, у меня демонстрацию, а у меня есть возможность демонстрацию экрана включать? Сейчас я разрешу, одну секундочку. Make a host, make a host. Да, есть, есть. Сейчас, секунду. А тут вопрос был от ребят, Антон спрашивает, а что было в отправленном отчете? Что вы отправляли в этом отчете, который вы отправляли этим товарищам в WhatsApp? Ну, действительно, уровень защищенности. Ну, то есть, отчет, это просто был менеджер, который формировал этот отчет. То есть, отчет просто, да, вот у вас зоны риска, это какие-то, такие-то. Вот. Ну, в общем, такая общая, довольно общая информация. Не вода, действительно, полезная. Вот. Но мы хотели вообще это все автоматизировать потом, но не успели, на самом деле. Вот. Но на первых порах это просто менеджер смотрел и действительно анализировал, где какие зоны риска, сколько там полиции, если вдруг какой-то штурм будет, сколько полиции времени понадобится для того, чтобы вырваться в офис. В общем, и вот такой вот краткий отчет о безопасности предоставлял. Потом предлагал уже прокомментировать этот отчет, вот, созвониться, прокомментировать, и дальше красиво с отчета выходил по скрипту на непосредственно продажу самих услуг. Угу. Окей. Так, все, я тебе решил шарить экран. Угу. Так. Ильюха говорит, леденящая душу истории. Ну, да, потому что это Россия. Ну, да. Там просто зацепило, вот, и как раз, да, релевантный кейс оказался интересный очень. Значит, ну, вот так вот примерно выглядели наши недельные спринты. Значит, это всякие различные эксперименты, давайте не то. То есть, недельный спринт это что? Это, ну, я думаю, все понимают. Ну, спринты, я думаю, айтишники все понимают, собственно говоря. Да, 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 да. Большинство спринтами-то работает, да. Вот таких вот кучу экспериментов, это до того мы еще тут всякие посевы делали, статьи, на консультацию записывали. В общем, вот у нас из 60 объявлений, это я просто декомпозицию компании рекламной показывал. Так, я, слушай, я забыл, что у нас в Фейсбуке есть. Я увлекся разговором и забыл о том, что у нас уже есть еще в Фейсбуке. Я что-то не заглядывал, там что-то люди пишут вообще-то. Так, какая в среднем стоимость привлечения леда в ИБ, РБ, наверное, в Америка? Так, Константин, что-то не очень понял. В IT-усорсинге, к примеру, разработка софта для финтеха. Я думаю, что мы об этом позже поговорим, да, по поводу стоимости привлечения леда. Такая, у меня нет какой-то средней, но я, например, не смогу еще сказать, стоимость привлечения для разработки. Еще раз, можно вопрос? Какая в среднем стоимость привлечения леда в Америке в IT-усорсинге для разработки софта для финтеха? Да не сказать, ну, честно, невозможно сказать какую-то среднюю. Но это просто надо либо на опыте, на каких-то уже кейсах, на каких-то примерах проделанных, либо, ну, хотя бы спрогнозировать, да, это можно с помощью медиаплана. То есть я так, в принципе, с каждым своим новым клиентом начинается у нас продажа именно с составлением медиаплана. Так, все, показывай кейсы. Показывай кейсы. Какой-то средний нету такой. Да, окей. Значит, вот эти недельные спринты. Ну, в общем, вот так вот выглядела декомпозиция. Это просто одно из компаний промежуточных. И в итоге, да, мы научились привлекать. Вот сработал у нас тест. Как я сказал уже, да, конечно, мало. В итоге мы успели только вот недельку открутить. Даже недельку, а там несколько дней до того, как закончился контракт наш. Вот. И, ну, в районе там трех тысяч. Ну, опять-таки, три тысячи – это средняя такая стоимость. То есть где-то по 300 рублей были, где-то по четыре тысячи. В общем, ну, даже если три тысячи брать за личный номер телефона человека такого ранга, ну, это прям, ну, действительно хороший результат. Ну, это в среднем по рынку это реально там прям очень круто. Вот человека, который ждет, прям теплый, который ждет от вас какое-то предложение. То есть не просто где-то там вы купили этот номер, а прям человек, который, ну, максимально теплый. И ждет, ждет от вас оффер. Вот, значит, как я говорил, уже давайте вскроем. Да, я, к сожалению, нашел только скрины. Вот, получилось сделать. Значит, вот так вот выглядел оффер. Чуть-чуть напугали, будет полицейская проверка. Узнай, насколько твоя компания готова и какие могут быть последствия. Вот, пройдя анонимный тест, 14 вопросов, ну, и примерно время теста 60 секунд. Тоже такое, да. Все, да, был краткий ролик, как я уже рассказывал. Ну, и дальше переход по ссылке. Попадает человек, не этот тест проходит и проходит по воронке. Значит, это вот один из кейсов. Это то, что мы увидели. Просто я ответил на вопрос из чата. Второй кейс, ну, из таких последних и интересных из IT-сферы, это компания Movie. Я даже целое обучение на основе работы с этой компанией на основе этого кейса обучение свое снял. А вот, как максимально быстро протестировать гипотезу. Это IT-стартап. Вот, значит, компания чем занимается? Они, у них нейросеть, которая научилась генерировать из картинок и текстов генерирует рекламные ролики. Вот. Рекламные ролики и ТГБшки, ну, текстографические баннеры. Ну, в основном рекламные ролики. Вот. Такого примера ролики. Это как раз один из роликов, который мы использовали, собраны их же нейросетки, которые мы использовали для их же рекламы. Сейчас будет видосик. Я как раз попросу покажу. Звука у вас нету, да? Есть, есть, окей. Ну, в общем-то, простая структура, про которую я говорил, когда рассказывал, как должен выглядеть оффер. То есть сначала привлекли внимание, поговорили немножко о проблемах и задачах, предложили решение. Вот. И сказали, чего делать дальше. Переходи, жми подробнее. Вот. Ну, и немножко больше шифровки было еще в самом тексте объявления рекламного. Вот. В общем, да. Если вкратце о кейсе, значит, задача какая была? То есть протестировать гипотезу, можем ли мы из соцсетей получать целевых покупателей. Вот. На тот момент, когда мы начинали работать, это прям был стартап, стартап на ранней стадии еще развития. Вот. То есть еще не было никаких инвестиций в них, влита. Вот. И, в общем, вот они как раз искали свою нишу. Проблема была какая? У них еще нету интерфейса, не было. То есть это была полуавтоматическая конструкция, где менеджер принимал у человека тексты, тексты и картинки, вот, и который потом уже загружал свою нейросеть. То есть вот из-за отсутствия этого интерфейса они могли полностью автоматизировать цепочку. И поэтому старались искать именно тех, кто заказывает там, ну, у кого большой объем потребления этих роликов. То есть компании, которым надо там от 20 и более роликов. Вот. Значит, тоже удалось вытащить скриншоты. Ну, с этой компанией, да, я могу потом показать другой бизнес-менеджер. Значит, вот такую запустили компанию. Значит, ну, и вот у нас была заявка. Значит, как вы помните, оффер из самого ролика. Значит, мы предлагали протестировать, то есть получить тестовый ролик, отдать нам тексты и картинки и получить свой первый тестовый ролик. Вот заявки на такие тестовые ролики стоили нам в среднем там 47, а это аудитория 73 рубля, ну, и 63 рубля. Ну, это на старте. Потом цена там где-то до 80 или 90 выросла. Вот. Значит, это конверсия целевые лиды. Вот. Это целевые, это те, кто заказывает 20 и более роликов. Ну, давайте без технических подробностей, сейчас не будем в это углубляться. В общем, получили в общей сложности, да, вот я нашел в Телеграме потом нашу переписку 414. Это было в декабре под конец, перед Новым годом. 412 не тот. В итоге получили 400 таких вот, 444 финально заявки. Вот. Скажу, как есть, на самом деле, да, мы качественно протестировали, мы свою работу сделали от и до. И, да, такое бывает, на самом деле мы поняли, что действительно это нецелевой сегмент, и, ну, просто, ну, нецелесообразно дальше продолжать вот эту вот рекламу. Все, ребята пошли в сложные, в более большие, скажем так, с большим количеством потребления B2B компаний с помощью холодных звонков. Вот. И поняли, да, что действительно, вот вторая гипотеза их сработала, то есть мы тестировали вот эту гипотезу привлечения через вот такой вот массовый, скажем так, обстрел вот в Фейсбуке, массовый точечный обстрел. Вот. Вторая гипотеза их была, ну, то есть эта гипотеза, да, подтвердилась, что, ну, нецелевая аудитория приходит с помощью такой рекламы. Вот. На основании большого массива данных. Протестировали вторую гипотезу, чисто холодным обзвоном пошли в эти компании и вторая гипотеза сработала, ребята получили 15 миллионов инвестиций. Вот. Сейчас, да, стартап развивается, мы до сих пор с ними сотрудничаем. Ну, действительно, классные ребята, крутая компания. Вот. Значит, вот такой вот интересный кейс. Так? Так. Ну, да, к сожалению, я говорю, просто нет доступа уже к бизнес-менеджеру, поэтому, как получилось, только скрины вот эти вытащили. Вот. Значит, может быть, поподробнее просто какие-то моменты осветить, потому что, ну, наверняка, не все, что я говорю, понятно, может быть, вы проще спрашиваете. Ну, ребят, на самом деле, если у вас есть вопросы, задавайте вопросы прямо здесь, вот, включайте, задавайте в зуме, либо я еще, как бы, вот, вопросы еще есть, я их не прочитал. Так, Сергей говорит, ватсап и номер в Европе дают лучше, чем просто телефон, да. Как продвинуть блок и почем? Блок. Ну, блок, блок, да. А, блок? Ну, на самом деле, у меня был опыт продвижения блога, ну, в принципе, никакого, да, уже нету, вице-президента Телеграма, вот, Ильи Перекопского, личный блок, у него travel blog, вот, это сооснователь ВКонтакте, товарищ Паша Бурова. Почем? Ну, это один из блогов, но там, там сложно, на самом деле, был очень сложный кейс, то есть он не хотел, чтобы вообще кто-то знал о том, что он занимается продвижением своего блога, вот, то есть нельзя было вообще никакой информации нигде давать и работать вот принципиально только с помощью таргетированной рекламы, то есть, ну, и плюс из-за того, что могли какие-то, ну, вообще блоги, да, в Инстаграме хорошо продвигаются с помощью конкурсных тематик, вот, для того, чтобы просто набрать какое-то количество подписчиков, ну, относительно целевых, вот, и придумываются вот эти мотивирующие какие-то конкурсы, вот, мотивирующие подписки. Значит, нельзя было никакие эти механики использовать. Один-единственный раз мы попробовали конкурс в Камбодже, на камбоджийском языке, вот, он там просто путешествовал по миру в Камбодже, понял, что чего-то как-то к его странице прям какая-то гиперактивность, вот, проявляется и говорит, о, давай сделаем конкурс, вот, в общем, пришлось еще этот конкурс спрятать в ленте, там, ну, в общем, да, такой интересный, на самом деле сложный кейс закончился тем, что мы начали разрабатывать, первая в СНГ появилась компания, которая разрабатывает аэрографику, графику дополненной реальности, вот, может быть, видели, есть маски, когда фронталкой на лицо смотришь, у тебя там прическа появляется, а когда переключаешь на переднюю камеру, вот, то у тебя там, например, какой-нибудь человечек танцует на столе, вот, самый первый в СНГ кейс был у Дода Пиццы, вот, и, в общем, после там, спустя пару дней после того, как вот этот вот вообще кейс вышел в люди, это наша питерская компания, ребята-разработчики, получили возможность интегрировать свою арк-графику в Инстаграм, и, вот, спустя несколько дней уже сидел у них на встрече, вот, и мы обсуждали условия работы, вот, как раз для Ильи хотели сделать такого, телеграм-мен, которому там чуть ли не лазерами, самолетскими из глаз стрелял, в общем, такую штуку для того, как раз, чтобы сделать такой интересный, интерактивный конкурс, но потом выход цвет новой валюты, все помнят, да, вот этот момент в марте, там, ну, скажем так, не было времени на то, чтобы заниматься вот такими уже своими какими-то личными делами, вот, и, ну, вот так, перешли в формат консультирования, вот, просто я, да, чего-то подсказывал, дальше он просто сам с помощью таргетированной рекламы баловался и продвигал свой блог. смотри, тут хороший вопрос прилетел от Антона, так как кроме креатива нужно ведь еще аудиторию как-то настраивать, с чего начинать, как вы подбирали, например, аудиторию для eCloud? А, да, сейчас, одну секунду. Да, кстати, по поводу аудитории это очень важный вопрос, потому что, если ты сделал мега креативы и реально попадаешь в боль, но таргетируешься не на тех, и мне кажется, что это просто деньги на ветер. Должности, демографический интерес, вот конкретно с eCloud у нас было таргетирование, есть еще там штука такая в Фейсбуке, давайте, наверное, лучше интерфейс Фейсбука открою и покажу. Да, такой экран пошарь, пожалуйста, потому что если ты отпроешь, и нам не пошаришь, то мы ничего не увидим. Да, да, точно, точно. Так, я про блоги недорассказал, одну секунду я уже закончу, потому что, да, я просто как-то воды налил на самом деле, про Илью, вот, как хорошо продвигаются блоги? Продвигаются за счет контента. Показывайте контент. Вот у меня был пример блог предпринимателя. Задача была как раз-таки, вот, именно теплую аудиторию предпринимателей пригонять в блог. И, ну, сначала вообще, то есть, меня там рассмотрели как таргетолога, которому просто вкинули креатив, типа, вот, на, возьми, вот это запусти. Ну, то есть, в Фейсбуке нет какой-то волшебной кнопки взять и сделать круто. То есть, это действительно, надо понимать, надо правильно выстраивать воронку. И вот как раз-таки случай с блогами, если мы берем там блог в Инстаграме, то есть, человек подписывается, когда ему нравится ваш контент. Он подписывается на ваш контент. И, основной принцип, надо не говорить, что у меня крутой блог. Вот, это прям яркий пример, да, конкретно вот этого блога. То есть, сначала мне дали креатив, типа, на, запусти. Вот, и там как раз-таки было, я не очередной инфо-цыган, у меня классный блог, переходите, подписывайтесь, будет много интересного. Вот, и, ну, ужасная просто была конверсия, инфо-центе блогера этого, Антон Сажин. Вот, можете, в принципе, найти, посмотрите. У него там есть видеоинтервью, такие интервью с авторскими инсайдами, где он рассказывает, как предприниматель, о том, ну, чего сам, то есть, грубо говоря, свои мысли в какой-то такой интересной формулировке. Вот, и все это оформлено в виде интервью. Типа у него в кафешке берут интервью. И просто, да, вот этих несколько видосиков запустил. Вот, и, ну, давайте без технических подробностей. Вот, у Фейсбука есть такая цель, вкратце просто расскажу, как вовлеченность. То есть, он, то, что я рассказывал, оптимизация Фейсбука, мощный вот этот инструмент. А вовлеченность это лайк, либо коммент какое-то, проявление вовлеченности к вашему контенту. Запустил посты, вот эти видеоинтервью, ну, и там, то ли в 15 раз, кажется, больше CTR у меня получился. Ну, и, в общем, такой нормальный по KPI стоимости подписчиков. Короче, вложились в KPI, вот, и начали перегонять, да, по нормальной стоимости. До 30, кажется, рублей где-то. Ну, это для бизнеса аудитории, в принципе, хороший показатель по стоимости. Так вот, да, основной принцип – просто рекламируйте контент. И, как я уже сказал, с целью вовлеченности, то есть, вовлеченность – это лайк, коммент, и, значит, Facebook смотрит, кто лайкает, кто комментит ваш контент и показывает рекламу в первую очередь тем, кто максимально похож на вот этих именно вовлеченных таких, ну, они называются прямо аудиторией, если по-английски, в Facebook, Instagram fans, ваши фанаты в Instagram. Все, и он ищет максимально похожих людей, показывает им рекламу. Все, и там и CR посадочный, ну, не посадочный, точнее, CR в подписку самой этой страницы был отличный. Вот, ну, в общем, это такой один-единственный эффективный, если мы говорим про таргетированную рекламу, а не конкурсной механики, это вот единственный прям эффективный способ через контент. Делайте качественный контент и дальше Facebook вам просто находит тех, кому этот контент нравится. Все, а вы прям рекламируете свой контент, прям свою страницу. Не говорите, что у меня круто на странице, а просто берете кусочек страницы и показываете в рекламе. Вот, что можно для блогов, ну, что нужно. Скажите, пожалуйста, сталкивались ли вы с таким кейсом, настроил компанию по привлечению целевого трафика на блог, на тематическую статью. Из Facebook было около сотни кликов. По Google Аналитике ни один пользователь не сделал ни одного действия на блоге. 100% bounce rate. 0 секунд на странице. Сталкивались ли вы с таким случаями? Клики по рекламе идут, а никаких действий посетители не делают. Причем в 100 случаях из 100. Ну, как, да, это скорее всего вряд ли эта настройка аналитики избита какая-то. Может быть, ссылка просто битая, ну, типа, клик зафиксирован, а bounce rate 100%, ну, да, просто не видит действий на сайте. Ну, хотя, может быть, ну, это точно системная какая-то ошибка. Вот. Это не ошибка в неправильном таргетировании или еще чем-то. То есть, либо ошибка в системе аналитики некорректно установлена, вот, либо просто ссылки что-то. Да, давай вернемся к аудиториям, потому что у нас уже времени все меньше и меньше остается. И на самом деле вот то, что я для себя понимаю, во-первых, во-первых, нужна четкая стратегия поведения. То есть, если у тебя будет просто, ты там решил, давай-ка я закину 100 баксов и сожгу их на рекламе, то это называется, ты их тупо сожжешь. Ну, то есть, если у тебя нету выстроенной стратегии, как ты будешь себя позиционировать, как ты будешь себя вести, какую ты будешь решать, как ты это будешь доносить, то это просто слитые бабло, я правильно понимаю? Вот, и в то же время, если ты простраиваешь стратегию, если понимаешь, как это делать, если ты понимаешь, какую ты боль бьешь, если понимаешь, как таргетнуть, кто должен быть, это аудитория, то в таком случае, вероятнее всего, либо ты очень быстро убедишься, что эти технологии, не привлечения для тебя не работают, ну, то есть, и не будет дальше на это деньги тратить, это вообще просто малыми силами, либо наоборот у тебя пойдут люди. Да, 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 и придут, причем по хорошей стоимости. И смотри, то, что я, то, что я услышал сейчас от тебя, и то, что многие ребята из нашей сферы пытаются сделать, как раз, как раз, очень прикольная контентная стратегия продвижения, это если у тебя есть блог, я знаю, что, как минимум, из тех, кто сейчас смотрит нас вот здесь, я знаю даже несколько человек, которые реально заботятся о своем блоге, где они описывают кейсы, описывают, как они решали задачу, и так далее, и тому подобное, и, на мой взгляд, на мой взгляд, вот эта технология как раз будет лучше всего работать, то есть, когда ты выцепляешь среди аудитории Фейсбука тех людей, кому может понравиться такой контент, потом ты гонишь на свой контент, на свой контентную страничке, не знаю, на блог, не важно, что это будет, и вот оттуда уже можно переключать, как уже очень теплых подогретых льдов. Да, но это дольше, это вообще лучше работает, когда это все в комплексе. Вот из последних примеров могу привести Академию онлайн образования, Академия йоги. Вот так и B2C продукт, и B2B продукт. И вот, да, у нас президент Федерации йоги, это самая крупная сеть йога-центров, наш эксперт, у которого есть два продукта. Это обучение инструкторов йоги онлайн, и обучение самой йоги, вот, то есть упражнения, там, 28 дней практики. И, да, у него есть блог, но есть воронка, воронка там с автовебинаром записанным, там параллельно несколько всяких разных воронок было, и в блоге просто у нас аккумулируются подписчики, условно, как им показывают свою рекламу. В Инстаграме показывается реклама, и у нее есть какое-то, скажем так, представительство этой рекламы, то есть это и есть ваша вот эта страница. Вот, человек может либо пойти сразу по воронке, попасть на эту нашу страницу регистрации, на вебинар, пойти на вебинар, и дальше, дальше, дальше пойти к конечной цели, либо может зайти в страничку Инстаграм. Вот, заходит на страницу Инстаграм, смотрит, что за эксперт, ну, то есть там уже два варианта. Значит, самый худший, конечно, сценарий, он просто уходит, все, никаких целевых действий не совершает. Средний вариант, он подписывается, становится подписчиком, это и есть наш актив, актив, который аккумулируется, и который потом, из которого уже органически выпадают какие-то лиды. Самые конверсионные, самые теплые, вот, но, тем не менее, это долгий, долгий путь. И, ну, не факт, что он самый эффективный, то есть это надо просто сравнивать на цифрах. Вот, значит, второй вариант. И третий расклад, то есть человек перешел в блог, убедился, да, что такой человек есть, он крутой эксперт, и потом уже переходит по ссылке, дальше по воронке. Вот, может там подписаться, не подписаться, не важно. Вот, и случай с блогом, то есть это, ну, всего лишь кусочек, кусочек воронки. Да, это такой один из способов, но, ну, сказать, что он определенно эффективнее, надо посмотреть, просто АБТ сделать. если, слушай, знаешь, еще вспомнил, это то, чем мы пользовались раньше, сейчас не знаю, почему не пользуемся, надо будет опять запускать. Это ретаргет, на мой взгляд, абсолютно потрясающий инструмент, это когда ты человека зацепил, он пришел, ты его пикселем Фейсбука отловил, и потом просто его догоняешь ретаргетом. Вот это очень крутая штука. А ретаргет разных типов бывает. Да, немножко расскажу, то есть ретаргет, классический ретаргет, то, что в нашем понимании у всех, это просто человек зашел на сайт, либо в какой-то определенный раздел сайта. У Фейсбука есть очень крутая штука, динамический ретаргет. Это если у нас огромный каталог, интернет-магазин, мы файл фида, наверное, тут разработчиков много понимают, что это такое. Загружаем в Фейсбук, и Фейсбук полностью видит наш каталог продуктов. И видит именно сами товары, заголовки, описания стоимости. И условно Фейсбук видит огромное вот это вот движение по нашему каталогу. И дальше чего он делает? Он формирует, за счет того, что у него есть доступ к фиду, формирует автоматические рекламные объявления и показывает тем людям, ну условно там мы заходили, смотрели коричневые сапоги какой-то фирмы, и он нам автоматом генерирует потом вот это объявление из коричневых сапогов с их стоимостью, с их описанием, берет сайта и догоняет нас таким ретаргетом в Фейсбуке. Вот это динамический ретаргет. Есть вариант вручную настроить ретаргет, просто какой-то оффер наш, ну не знаю, стимулирующая акция какая-то там, типа распродажа, там еще что-то, ну и самых банальных таких вещей. И мы ловим всех наших посетителей сайта. Да, ретаргет это хорошая вещь, это более подогрета аудитория уже, вот у нас участвует в этом, в этих показах, соответственно, там и более конверсионный трафик из ретаргета. Есть еще такой вариант, ну не вариант, такой тип трафика, как реенгейджмент, повторное вовлечение. То есть это прям мы делаем несколько касаний рекламных, делаем показы. В Фейсбуке можно собирать базу ретаргета не только с посетителей сайтов, а с людей, которые, например, посмотрели в какой-то определенный процент нашего рекламного ролика. То есть это реенгейджмент компании, повторное вовлечение, если дословно перевести. Значит, мы показываем крутой какой-то тизерный ролик, вот интересный, знакомый человека с брендом. Показываем классный ролик, но не стараемся сразу в этом ролике ему продать. То есть просто показываем знакомый с брендом. И дальше собираем тех, кто посмотрел более 50% допустим нашего ролика и вторым уже касанием продающим им с определенным оффером. Вот, ну точнее, делаем уже вторым касанием продающим непосредственно. Это второй вариант. И третий вариант тоже реенгейджмент компании, это вот как раз Facebook фанс и Instagram фанс. То есть вот я как раз в этом кейсе, в Академии онлайн образования, ой, в Академии йоги, прошу прощения, да, как раз использовал и вот этих, в общем, все эти варианты ретаргета и реенгейджмента. Третий вариант это Instagram и Facebook фанс. То есть мы сначала, во-первых, мы и так льем трафик, и частично трафик какой-то льется на нашу страницу, плюс есть свой органический какой-то трафик, подписчики на странице и какие-то активности. И, в общем, все эти активности собираются в базу ретаргета, активности, то есть лайки, комменты, вот, Facebook и Instagram. Все эти активности собираются в базу, вот, и потом по ним делается уже продающая. То есть условно то же самое, познакомили с помощью ролика, познакомили с помощью сайта, либо познакомили пользователя с помощью соцсетей с нашим брендом, и дальше самых активных собрали в одной куче и показали им продающую рекламу. Да, и, да, действительно показатели, ну, прямо на цифрах видно, что показатели выше. И кликабельность выше, и дальше потом конверсия в целевое действие, последующие, все выше. Ну, есть такой способ, да. Но единственное, надо считать, действительно, как нам выгоднее продать. Ну, лучше всего это делать, как я уже сказал, комплексно, чтобы нигде мы не теряли. То есть условно, если мы льем трафик в ведро, то максимально все золотые дырочки, чтобы у нас нигде ничего не выливалось. Ну, а если мы просто берем и сравниваем два варианта, то тут чисто на цифрах надо смотреть. Окей, смотри, какая история. Давай предположим, что у нас IT-компания молодая, у них сайта нету, ну, не хватает у них реально времени, рук для того, чтобы слепить даже свой сайт, а трафик подцепить хочется, и новых клиентов хочется, и что в таком случае делать? Да, в таком случае, вот компания Movie, про которую я говорил, и результаты, которые я показывал. Есть такие штуки, как визы. Это конструкторы таких мини-сайтов-опросников, вот, и вообще как целый такой раздел маркетинга, такой как квиз-маркетинг. Есть мессенджер-маркетинг, квиз-маркетинг и куча разных еще таких подразделений. Вот как раз квизы, это там всякие интерактивные тесты, опросы и прочее. Это фактически аналог сайта, ну, то есть действительно как сайтик такой, водноэтранник, вот, на котором мы там просто задаем пользователю вопрос, и он на них просто отвечает, и в конце мы просим предоставить свои контактные данные. А вот как тот же eCloud, то есть фактически там есть сайт компании, это и был вот этот вот опросник на тильде. И люди нормально давали свои контактные номера, причем люди, которые в такой ситуации. То есть это вот яркий пример того, что если у них реально болит, вот, если они действительно боятся той полицейской проверки, то он даже не будет проверять, он предоставит свой контактный телефон, чтобы узнать результат, насколько у компании защищена. И вот, отвечая на вопрос, ну, да, можно без сайтов и без соцсетей даже. Как без соцсетей, опять-таки я же говорю, я даже целое обучение на этом записал, вот с компанией Movie, то есть у них фактически, ну, не было ничего. То есть стартап прямо на ранней стадии. Все, надо было протестировать. Вот есть такие гипотезы, как максимально с минимальными потерями протестировать эти гипотезы. Берем, делаем прямо в их сервисе для них бесплатные креативы. Вот, самые оптимальные, самые такие продающие, самые правильные по структуре. Делаем квиз из пяти там или семи вопросов. Я уже честно не помню, сколько было конкретно вопросов. Вот, собирается он просто в конструкторе из OFMAR квиз. Ну, один из таких, самый популярный, самый удобный, ну, и действительно крутой. Там прям, ребята видно, развивается, постоянно усовершенствует. Вот, собирается такой, ну, там, за полдня. Ну, вообще за пару часов, если есть уже понимание, как это делать. Ну, в целом, там, за день собирается. Вот, собирается, причем, самому вручную. То есть, намного проще, чем посадочную на Тильде собрать. Собрается этот квиз, он подключается к Фейсбуку, то есть, фактически у вас есть рекламное объявление, у вас есть лидогенерирующий элемент, с помощью которого вы получаете номер телефона, по которому потом позвоните и продадите свою услугу. И чего не хватает? Не хватает соцсети, вот, и есть такая фишка, где-то год назад я узнал про нее, что можно делать как? Можно просто создать, ну, не фейковую, а такую страничку, за минуту создается страница в Фейсбуке, на которую можно просто аватаркать. А давайте я покажу сейчас на примере, прямо сейчас компания крутится. О, я вот тут прямо сижу. Да, вот ипотека лайф, ну, я сейчас EGM покажу. У нас, ну, вот он, кстати, за сегодня лиды на услугу рефинансирования. 30-50 рублей за лиды, 49. Да, я потом тебе задам вопрос по поводу аудитории, потому что мы с тобой ушли, а вот аудитория, это важен в момент, и как бы как их собирать. Я сейчас покажу, да, я сейчас покажу аудиторию. отлично. На конкретном кейсе, ну, как бы неплохо, 50 рублей, мы на самом деле лиды продаем, ну, продаем их явно не за 50 рублей, это вот есть арбитраж. Короче, вот, страница Facebook, у нас, ипотека лайф, и специально нету страницы в Инстаграме. Нет страницы в Инстаграме никакой, а рекламу мы показываем принципиально именно в Инстаграме, то есть мы прям вручную выбираем плейсменты для показа, и выбираем плейсментом именно Инстаграм. Сейчас прогрузится. Вот, значит, и что получается в таком случае? Вот все, у нас есть только Инстаграм, лента Инстаграм, интересный Инстаграм и история Инстаграм. И в таком случае, как выглядит наша реклама, давайте я вам сейчас прям покажу. Так. Значит, вот, значит, есть такая ипотека лайф, эта страничка создана, и там только аватарка, то есть там вообще ничего нет. И вот наше рекламное объявление, в котором есть кнопка, а, так, стоп, с компьютером не смогу, к сожалению, да, надо с мобильного телефона показать. В общем, есть кнопка с целевым действием, когда мы нажимаем на эту кнопку в Инстаграме, она подробнее, вот, нажимаем на кнопку, мы переходим дальше по воронке, вот, переходим в квест, сейчас я открою, по-другому покажу, вот, а есть вариант перейти еще на вот эту страницу, вот, и если мы в Инстаграме переходим на вот эту фейсбуковскую страницу, а это именно фейсбуковская страница, в Инстаграме ее нет, то нам говорят, что этой компании нету в Инстаграм, вот, она есть только в Фейсбук, дублирует наше рекламное объявление, и такая на полэкрана большая кнопка целевого действия, вот, то есть, по факту у нас вообще нет никакой соцсети, но точнее мы эту страницу создали за минуту, сделали за минуту, скачали лого с сайта ипотеки Live, вот, поместили его на аватарку, и все, вот он готов, пожалуйста, то есть, есть принципиальная возможность запускать рекламу, потому что есть страница в Фейсбуке, все, показываемся в Инстаграме, чтобы пользователей не смущало то, что у нас нет никаких страниц, ничего, вот такая хитрая механика, вот, и, значит, давайте по самому пользовательскому пути, тут как раз и применена такая воронка, максимально просто, без всяких ресурсов, потому что мы как сторонний подрядчик просто продаем беды, значит, где у нас ссылка, в общем, вот такое вот рекламное объявление, по той же структуре, кстати, уменьшим сумму вашей ипотеки, то есть, проблема, надоело платить ипотеку, вот, мы предлагаем решение, мы предлагаем, какое решение, найдем самые выгодные условия, вот наше решение, кусочек фактов, про что я говорил, вот, и предлагаем, что надо сделать человеку дальше, какой дальше пользовательский путь его, ответьте на пять вопросов, узнаете, сколько денег вы сможете сэкономить, ну и финально переходи, жми подробнее, типа, куда тыкать прям, call to action, вот, значит, человек, если переходит по ссылке, попадает, вот на такой вот квиз, вот он и есть, в марквизе сделан, узнай, сколько ты переплачиваешь по ипотеке, ответь на пять вопросов, получи расчет, возможность платить меньше, со следующего месяца, погнали, какая у вас процентная ставка, ну, давайте, по поводу, не буду долго объяснять, по поводу, да, да, там, как бы нам, это, наверное, не интересна там процентная ставка, больше интересно, там, как это применить к нам, к нашей истории. Да, ну, вот, вот такой вот квиз, и в конце, так, ваше имя, не важно, да, все, спасибо за правильный интерес, напишите, пожалуйста, ваш номер телефона в WhatsApp, когда мы сможем прислать расчет и ответить на ваши вопросы, все, пишем номер, все, отлично, наш эксперт скоро свяжется с вами, и нам, о, Telegram, как мы услышали, увидели, упала заявочка, только что, все, типа, вот такая коротенькая воронка, ну, на сайт, это потому, что есть сайт компании, здесь можно вообще ничего, не делать никакую кнопку, все, и дальше по этому номеру звонят эксперты, и связываются, предоставляют какие-то условия по рефинансированию, ну, забирая это за полдня, такая воронка, окей, слушай, а по поводу аудитории, давай еще поговорим по поводу аудитории, наверное, потому что аудитории мы никак не это, смотрите, да, 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 сейчас я покажу, сейчас, одну секунду, я верну, демонстрацию, так, давайте прям удобно на конкретном примере показывать, аудитория у нас, кейс этот конкретно по Питеру, есть по Москве еще, но вот этот мы сейчас смотрим по Питеру, аудитория максимально простая, интересы ипотека, ипотека, рефинансирование, все, вот она получилась, аудитория 440 тысяч человек, и дальше, после того, как какие-то первые действия, то есть, вот максимально такой релевантный пример тому, что я говорил, есть огромная аудитория, из которой Facebook, ну, лучше, чем любой вообще в мире самый компетентный таргетолог, сам поймет, кому показывать, то есть, мы просто указываем критерии, что это должен быть Санкт-Петербург, такого возраста, любого пола, и вот их интересы, у них интерес действительно ипотека, вот, то есть, тут интересы, на самом деле, у Facebook, да, вот что-нибудь из айтишных таких, ну, то есть, тут супер большое количество, и супер большое разнообразие, всяких различных возможных интересов, то есть, вот прям так словами здесь и набирается, все, и получаем, там, например, аудиторию, какую-то довольно широкую, запускаем по ним рекламу с правильно составленным оффером, и получаем вот такие результаты, по 50, по 30 рублей за заявку на услугу, вот, ну, и вот такая воронка за полдня, собирается. Окей, слушай, а что по поводу этих, как эти аудитории называются, похожие на, вот, например, условно говоря, мы можем через пиксель Facebook отлавливать тех, тех чуваков, которые заходят к нам на сайт, и потом формировать похожую аудиторию на вот эту аудиторию, это вообще работает, или это больше? Это самые, самые крутые аудитории, которые только существуют, причем, чем более, скажем так, чем более целевая конверсия у нас берется за основу вот этой вот расширения, lookalike, это и есть lookalike инструмент, вот, значит, просто посетители сайта нет, вот покупатели ваши, да, если мы из них делаем, а, так вот, у меня же, кстати, на примере movie, давайте я вам даже покажу сейчас, на примере movie, у меня там и было как раз две аудитории глобально, одна просто по интересам, Facebook, а одна была, так, это у нас, для сравнения, значит, вот у нас lookalike, lookalike из пользователей, у них есть, на чем, в принципе, их сервисы обучался, это база своих клиентов, которые пользуются конструктором сайта, есть конструктор, есть нейросеть, которая генерит ролики, вот мы какой результат получаем по аудитории lookalike, созданные Facebook, 47 рублей залит, есть интересы, Instagram, интересы, это типа там, SMMщики, таргетологи, то есть, это люди, ну, то есть, их тоже несложно найти, прям маркетинг в социальных сетях, так и пишется по-русски, все, и ты находишь прямо SMMщиков, то есть, человек, которому интересен маркетинг в социальных сетях, ну, все действительно супер банально просто, я вот в самом начале, когда занимался ВКонтакте, я прям не понимал Facebook, и, ну, действительно, сам топил за то, да как можно так, 200 тысяч человек, ну, и целевая аудитория получает, ну, супер широкая, вот, то есть, там ВКонтакте привыкли все как-то супер, какими-то такими своими способами, с помощью парсеров, найти этих людей, и вот этой тысячи людей, самое горячее якобы, показать свою рекламу, а Facebook, это чистая противоположность, мы берем большую, примерно, релевантную нашим, по интересам аудиторию, и показываем им наш оффер, все, дальше Facebook делает все сам, наша задача правильно выстроить воронку, и правильно сформулировать оффер, то есть, именно маркетинговые задачи решаем, а не вот этот вот механический труд таргетолога, сидеть и эти аудитории искать. Вот так вот, по поводу Look Life, да, то есть, чем более глубокая конверсия, чем более целевая конверсия, тем лучше, и, да, такие еще есть нюансы, но с теми же, например, посетители, могут быть покупатели сайта, посетители определенных разделов, и просто посетители сайта, и у этих всех конверсий еще есть ценность, своя какая-то ценность, мы можем им присваивать, вот, присваиваем ценность, и Facebook, ну, понимает, что самое ядро нашей аудитории, наши покупатели, это самые ценные конверсии, есть менее ценные, и есть еще менее ценные, там, это просто все посетители, и, да, вот такие аудитории, сделанные на основании ценности, еще лучше работает, ну, то есть, там надо доверять и Ишки Фаэпика. Да, ну, это, конечно, очень круто, короче, ребят, кто, кому это все зашло, кому это все заходит, вы пишите коммент, что, блин, прикольно, круто, и хочу дальше, хочу дальше, хочу глубже, хочу глубже, хочу понимать эту всю историю, вот, можете прямо сейчас в комменте написать. На самом деле, тут такая история, значит, мы с Олегом подготовили для вас реально довольно глубокий, интенсив, который во многом ответит на вопросы и аудитории, и квизов, и как работать без сайта, как работать с сайтом, как формировать эти аудитории, как создавать, попадать в боль клиентов, как делать так, чтобы вот этих аудиторий выкрестовывались, выкрестовывались, те, кому это, слушаю слово, те, кому это действительно надо. Мы для вас подготовили четырехдневный интенсив, довольно насыщенный, довольно крутой, потому что то, что я увидел у Олега, меня, честно говоря, впечатлило, и как бы я отвечаю с тем, что я стараюсь на рынок фуфлайни гнать, то, что называется. Вот, и что мы там с вами пройдем, что мы там научимся? Мы научимся создавать и рекламные кабинеты, вот начиная от создания, потому что там с ума сойти можно, и заканчивая тем, как разобраться в этом долбанном рекламном кабинете, потому что у меня такое ощущение, что фейсбук, ребята, которые проектировали фейсбук и рекламный кабинет, мне тупо ненавидят людей, у меня такое ощущение, по крайней мере. Ну, да, ощущение крови, кровь из глаз идет. Далее, мы с вами разберем, что такое рекламные креативы, из чего они состоят, и мало того, поймем, как составить рекламные креативы именно для вашего бизнеса. Мы научимся создавать литген-квизы, это то, где вы вовлекаете человека в общение и забираете у него его контактные данные. Мы с вами проработаем вплоть до того, что интеграцию с CRM-кой, для того, чтобы мы понимали, что вот этот лит вот на таком-то этапе. Далее мы полностью настроим рекламный кабинет для того, чтобы он был рабочим инструментом, а не просто кровь из глаз. Вы сделаете первую рекламную кампанию, которую запустите. То есть, не просто сделаете, там вам не расскажут, как это делать, а вы ее прямо запустите. У вас будут домашние задания, которые Олег будет проверять, будет разбирать вот эту всю историю. Он все проверит и даст обратную связь. Мало того, еще будет одна CoinDay сессия, на которой мы разберем абсолютно вообще все вопросы и то, что было непонятно в курсе, Олег еще то, что называется носом тыкнет, покажет, расскажет. И что самое и плохое, и хорошее одновременно, Олег не просто покажет, расскажет, наверное, сделает за вас многие вещи, но, блин, я буду его в этом останавливать, сразу говорю. Далее, вы узнаете простые и абсолютно эффективные формулы для составления работающих рекламных креативов, прямо по формулам, по каким-то там алгоритмам. Ну, просто и разогритм, да. которым прям можно взять уже позвонить и продать свою услугу. Ну, то есть, вот, именно результат. Ну, то есть, если мы говорим про перформанс-маркетинг, то как раз-таки мы не просто настроим рекламу, а вы получите первые лиды. То есть, полноценно подключены. Да, вот это важный момент. И второй важный момент. Из тех, кто мы сделали ограничение по времени. Вообще, интенсив стоит 60 евро. Это 1770 гривен, либо 4400 рублей. где-то по курсу меняется, понимаете, я не высчитывал. но для тех, кто оплатит быстрее всего, это буквально там, ну, сегодня-завтра максимум, мы сделали цену, ну, как бы вот, в два раза меньше, 29 евро. Вот. Это 885 гривен или 2200 рублей. Но это не самое главное на самом деле, потому что, я вам честно скажу, я просто проанализировал рынок и такие похожие интенсивы стоят, ну, как бы, ну, сильно дороже, честно. Но вопрос не в том. Мы с Олегом договорились о том, что мы не будем рассматривать обучение на каком-то эфемерном, на каком-то эфемерной фигне. На самом деле, из тех 10 человек, кто оплатит вот впервые всех, мы выберем кого-то одного. И на примере вот этого, это будет ваш коллега, платить рынку, который будет делать похожие вещи, платить, платить, куда платить, вон сайтик сверху я бросил, блин, ну, что же туда платить, вот сюда платите. Мы с вами выберем одного человека, мы с Олегом выберем, честно скажу, и мы протащим его через всю вот эту историю и на его примере покажем вам, как это делается. То есть человек вот просто под руководством Олега выстроит всю систему, вы скажете, зачем это нам? Нам отзывы нужны, ну, понятно, честно, положа руку, носятся нужные отзывы, это первое. А второе, мы хотим строить не на эфемерных моделях, а на каких-то рабочих вещах, с которыми вы будете работать в дальнейшем. Вот, как бы так. Так что я вам рекомендую прийти, потому что это базовый уровень, честно скажу, это базовый уровень. Мы думаем над тем, чтобы сделать очень глубокий курс по этому поводу. Не знаю, получится или не получится, надеюсь, что да. Вот, но базовый уровень позволит вам понять принципы, как это работает, и дальше уже двинуться сами, не сливая деньги на рекламу, просто там и не получая ничего заметно, а по четкой структуре, по четкой логике, привлекая лидов, ну, как бы там в первую, наверное, неделю. Ну, я бы так сказал, это тот необходимый минимум, который дает вообще принципиальную возможность запустить именно эффективную компанию и получить первые вот эти вот ваши лиды. То есть дальше, да, это масштабируется, масштабируется определенными способами, но это та база, которая с минимальными вообще затратами и ресурсов дает возможность уже сделать какие-то первопродажи. Да, как-то так. Ребят, если есть вопросы, задавайте вопросы. Мы на них, Олег, не мы, Олег, я тоже хочу быть подопытным. Пожалуйста, вопросов нет, оплачивайте, мы прямо, вот честно, мы выберем незнакомых, я обещаю вам, выберем, если там появятся знакомые, вы можете потом на весь Facebook рассказать, что я вру, и что выбираю знакомых, обещаю знакомых, не выбирай. Поэтому вот так. По поводу вопросов, да, я вот тут один вопрос просили показать на конкретном примере электронного облака, как аудитории. Это еще актуальный вопрос? Я думаю, да. Давай, последний вопрос, и на этом мы будем заканчивать. А, ну, окей, так, давайте, да, сейчас демонстрацию. Я сейчас загляну еще в Facebook, если тут вопросы. Сейчас демонстрацию экрана включу, сейчас я покажу. Ну, не на самом, так как у меня к тому бизнес-менеджеру нету доступа, я возьму наших, опять-таки, жителей Петербурга. А, это у меня открыто. Так, и вот здесь есть разные типы таргетирования, то есть есть интересы, индустрия, вот, так, давайте, знаете, как сделать, потом черновик сброшу. Так. Да, тут пока просят рассказать про новый клуб, который за 29 евро. Да, ребята, те, кто у нас состоит в клубе за 29 евро, они им интенсив уже, уже включен. То есть, тут как бы у нас вот такая вот история. Есть у нас, Илья, я о новом клубе, так как его официального запуска пока не было, вот, пока официального запуска не было, я пока не рассказывать не буду, вот, чуть-чуть попозже, я буквально через недельку презентую этот клуб, и мало того, мы сейчас готовим масштабный запуск, такой перезапуск нашего бизнес-клуба и так как бизнес-клуб, вот, в котором, я знаю, сейчас смотрят ребята, которые в нем состоят, но сейчас разговор не о том, мы сейчас говорим о фейсбуке, и у нас первые платежи. Прикольно, спасибо. Так, и давайте, да, я уже быстренько сейчас закончу, просто тут есть разные типы таргетирования, есть демографические интересы, вот, то есть это могут быть события из жизни, например, кстати, для каких-нибудь студий, ну, не знаю, там, из такого, что вспомни, интересного, это, ну, так, ладно, окей, в отношении вдалеке от семьи, вдалеке от родного города, я где-то здесь видел, например, недавно переехали, то есть такой демографический интерес, это прямо вот студии, например, могут таргетироваться и предлагать там какой-то ремонт, либо дизайн интерьера, вот, события жизни, так, и, и, и где у нас, сейчас найдем, работа, индустрия, вот, конкретно в электронном облаке мы таргетировались по должностям, то есть это те, кто в фейсбуке указывает там SEO, Vice President и прочие свои должности, либо вот, значит, здесь есть такая индустрия, это, значит, люди, которые работают в индустрии, и вот он, менеджмент, это индустрия, управленческая сфера, SEO, менеджмент, вот, далее Facebook оценивает примерно потенциал аудитории, здесь у нас выбран Санкт-Петербург, если это изменить, добавить в Москву, там будет больше количества человек, вот, и плюс дальше, что, самая такая крутая штука, которая есть у Facebook, это рекомендации, то есть мы сначала задали основной вектор, вот, нам нужны люди, которые работают в индустрии менеджмента, дальше, мы вон демографические интересы, бизнес и финансы, и все, и Facebook нам погнал рекомендовать какие-то еще дополнительные вещи, которые релевантны, и где есть пересечение с нашей вот этой текущей аудиторией менеджмента, а вот, так, все сбрасываю в черновик, чтобы у меня там ничего не сбилось, так, ответил на вопрос, ну вот, в общем, ничего сложного на самом деле, с этой аудиторией просто, как в белорусском языке, я просто сам белорус, да, как слышится, так и пишется, так же и здесь, если нам нужны беды на рефинансирование, то, так, закрыть, стоп, ой, ой, так, друзья, если вопросов нет, то я думаю, что в этой точке мы остановимся, на нашем интенсиве, там будет все гораздо, гораздо глубже, сегодня мы просто по верхушкам прошлись, и на самом деле там прошлись, это грамотно, Олег прошелся, я посидел, ему вопросы поздавал, вот, но на интенсиве мы разберем реально это глубоко, и вы уйдете с интенсива реально, с пониманием того, а как с этим работать, это самое, я считаю, что у нас интенсивы все про навык, не про то, как бы, что может быть, и вообще какая-нибудь теория, у нас все интенсивы это про навык, и тут будет навык работы, именно с рекламным каменем фейсбука, и с построением воронки для IT-бизнеса. Ребята, если напишите спасибо в комментариях, я буду вам очень благодарен, Олег зайдет, потом почитает, и я думаю, ему будет приятно, и тем более, я сегодня поделился действительно прикольной информацией, которая реально важна, и даже исходя из этого, из этого воркшопа, вы можете немножко уже сами понимать, что как вы можете построить свою рекламную воронку в фейсбуке, и как вы замыкаете людей, даже без сайта. Вот, на этом мы заканчиваем, спасибо вам, приходите к нам на интенсив, мы вас будем ждать, и я уверен, что это будет очень полезно. Вот, все, Олег, спасибо тебе, и всем до встречи. Все, и всем спасибо за внимание. Да, приятного дела. Все, всем пока.